Мы с вами прошли первый круг, и я скажу, что вот сидя, наблюдая за тем, как кто выступал, у большинства людей все-таки есть какое-то чувство тревоги, чувство того, что надвигается что-то. Я чувствую, потому что когда человек говорит, либо он говорит искренне и не останавливаясь, не по бумажке, и когда он говорит с дрожью в голосе, это говорит о том, что человек переживает. И большинство сегодня выступающих именно переживали, потому что понимали, что они пришли сюда не просто поболтать, чайку попить или что-то, а сегодня действительно решается вопрос, что нам делать дальше, и будем ли мы вообще действовать в рамках тех, которые мы сегодня наметили. И надо отметить, что большинство из тех, кто сегодня высказался, все-таки за то, чтобы был действующий какой-то орган. И по тому предложению, которые прозвучали здесь, я могу сделать вывод, что большинство людей, выступающих, они все-таки сходятся к тому, что надо такой орган либо создать, либо использовать этот круглый столб как совещательный орган. И есть такое предложение. Давайте подумаем, можем ли мы принять сегодня решение о том, чтобы вот этот круглый столб был и тем органом, который может именно вырабатывать позиции, именно обсуждать эти позиции и предлагать регионам эти позиции. Ведь сегодня самое страшное, что я услышал, это информационный голод в регионах. Они не знают, что делать, они не понимают, как это делать, они могут пойти или в ту, или в эту сторону. Мы с вами получим социальный взрыв такой силы, о которой вообще даже страшно подумать, а его подталкивают, его инициируют. И это совершенно четко видно, что когда я приезжаю в Томск, мне говорят, вы там москвичи? Я говорю, как мы там москвичи? Мы здесь русские, мы здесь люди, которые живем на одной земле. И сегодня прозвучало, что уже есть решение о том, чтобы отделиться, есть желание отделиться. Ребята, это все, это конец. А ВТО как раз и будет той маленькой искрой, я в кавычках говорю, маленькой искрой, которая сопутствует этому разделению. Если мы сегодня не выработаем с вами систему, ну не прям сегодня я имею в виду, а вообще как круглый стол не выработает предложение, что делать дальше, то регионы самостоятельно начнут это делать. И неизвестно, как они это сделают. Поэтому есть предложение, чтобы вот этот круглый стол, который сегодня был, мало того, что он остался бы в этом составе, это было бы очень здорово. Но еще бы лучше, если бы он был пополнялся, привлекал людей, которые действительно болеют за свою страну. Действительно, я сегодня, честно говоря, удивлен, что такое количество пришло, потому что действительно люди в Альтерах это рабочий день. Во-вторых, люди должны были как-то сорвать свои какие-то планы, да, потому что у каждого есть свои планы. Но понимая, что сегодня стоит на карте очень серьезная, так сказать, ситуация, то есть мы сегодня пришли для того, чтобы решать вопросы по стране. Не по своей личной шкуре, хотя она тоже затронута, а именно по стране. Такое предложение есть, я бы хотел, чтобы вы, не высказываясь, а просто, если есть у кого-то против, это выступил и сказал, что это не целесообразно, это не серьезно, это не нужно и так далее. Какие-то доводы прозвучали. Но если таких нет, жестких, так сказать, позиций против данного предложения, я бы поставил этот вопрос просто на голосование и приняли бы, что данный круглый стол будет действующим совещательным органом. Не важно, кто его будет вести. Сегодня Филиан ведет, завтра Ивашов, послезавтра Болдарев. Это не играет роли, главное, чтобы он действовал. Вот мы с вами сделали первый шаг. Давайте дальше пойдем. Давайте, как говорят китайцы, не сделав первого шага, не пойдешь. Если не против, то я бы поставил этот вопрос на голосование и после этого я бы предложил следующую ситуацию. Поскольку круглый стол не может собираться в неделю раз, его проводить там в месяц раз, но к нему сделать рабочую группу, которая бы готовила этот круглый стол и те вопросы, которые сегодня крайне важны для нас. А их достаточно много. Вот Константин Анатольевич сегодня выступал, я послушал насчет ВТО. Ну, страна же слушает. Почему нам не использовать наши, так сказать, резервы и выступать с такими в центральных средствах информации? Если есть возможность попасть туда, тогда надо использовать это. И если мы сейчас этот сформируем круглый стол, гарантирую, что об этом круглом столе через месяц, через два начнут говорить. И мы начнем работать. Потому что когда мы начали, вот с обрежья Вячеслава Васильевича, объединение, так сказать, коалиции Ивашова и общественного совета гражданского общества, то в данной ситуации мы поняли, что да, тяжело, да, трудно, да, крайне непростой вариант объединения, но он дает эффект. Он дает эффект того, что люди начинают понимать. Ну, наконец-то эти патриоты что-то начали делать, хоть объединяются. Продолжение следует...